Пенсионеры из числа переселенцев должны пройти идентификацию до 31 марта этого года. Это необходимо для того, чтобы пенсионные выплаты продолжали поступать на ваш счет. Так что надо спешить. Идентификацию можно пройти в отделении Ощадбанка или удаленно с помощью сервиса ДИА, подпись или по видеосвязи. Но для тех, кто остался на временно оккупированной территории, доступен только один способ – видеозвонок представителя пенсионного фонда. Мы уже делали ролик об этом, но вы написали в комментариях много вопросов к нему. Ссылку на это видео найдите в описании. А теперь Реальная Газета подготовила для вас 5 новых полезных советов по прохождению видеоидентификации и постарались ответить на вопросы вас, наших читателей. Заявку на видеоидентификацию можно подать на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Зайти на портал со временно оккупированной территории можно только с помощью VPN-сервиса. Заявка представляет собой анкету. В ней следует указать паспортные данные, контакты и выбрать способ идентификации. Затем представитель Пенсионного фонда должен связаться с пенсионером и согласовать время сеанса видеосвязи. Причем пенсионер может сам выбрать приложение для видеоконференции. Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom. Но здесь возникает вопрос, как же представитель Пенсионного фонда свяжется с пенсионером, если на временно оккупированной территории нет связи украинских мобильных операторов. При заполнении заявки необходимо указать телефон своего оператора. Это может быть Vodafone, Kyivstar, Lifesale или другой, а также адрес электронной почты. Но только не на российском почтовом сервисе. То есть Mail.ru и Яндекс.ru не подходят. Именно на эту почту, а не на номер телефона, придет письмо с указанием времени видеоконференции. Но если у пенсионера есть доступ к мессенджеру Telegram, Viber или WhatsApp, зарегистрированному на украинском номере, то можно выбирать его для разговора с представителем Пенсионного фонда. Ведь мобильная сеть такому мессенджеру не нужна. Он работает при наличии Wi-Fi интернета или домашнего интернета. Если же украинский номер утерян, то укажите в качестве канала связи Google Meet, Skype или Zoom. Для их использования номер телефона не требуется. Многим пожилым людям тяжело дается компьютерная грамотность. Но они могут попросить помочь своих молодых знакомых или родственников. Они без труда заполнят заявку за пенсионера. В ней укажут свою электронную почту и номер телефона. Представитель Пенсионного фонда свяжется с ними и сообщит дату и время идентификации. Затем посредник передаст эту информацию пенсионеру на временно оккупированную территорию и проинструктирует его, как принять звонок в Viber или Telegram. При этом пенсионеру не нужно заполнять заявку самостоятельно. А помогать ему можно даже на подконтрольной Украине территории с помощью того же интернета. Пенсионер или его представитель может подать сразу несколько заявок для идентификации различных людей. При этом в анкетах можно указать один и тот же электронный адрес. Объясним на примере. Девушка Мария живет в Киеве, но ее бабушки и дедушки живут, например, в Луганске. Мария может заполнить заявку на всех четырех пенсионеров, указав свою электронную почту. Она получит от пенсионного фонда четыре письма, где будут указаны четыре даты идентификации. Пенсионеры в оккупации также могут заполнять заявки вместе и даже общаться с представителями пенсионного фонда с одного устройства, только в разное время. В пенсионном фонде знают о всех технических трудностях, с которыми сталкиваются люди в оккупации. Имейте в виду, что представитель ПФУ перед сеансом видеоидентификации должен представиться, но не обязан включать камеру. Он попросит пенсионера показать документ, удостоверяющий личность, предложит назвать серию и номер паспорта, номер телефона, электронный адрес, место жительства и другие личные данные. Все вопросы известны заранее и отклоняться от них нельзя. Поскольку перечень вопросов известен, ответы на них стоит подготовить тоже заранее. В первую очередь нужно собрать все документы – паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение. Подготовить ответы на вопросы о последнем официальном месте работы или дате, когда была назначена пенсия. А чтобы во время звонка не растеряться, лучше перестраховаться и написать краткий конспект. Задача ПФУ не выяснить, насколько хорошо у вас память, а проверить, совпадают ли ваши ответы с фактами. Ну и, конечно, читать все с листочка тоже лучше не стоит. Как выяснить, видеоконференция длится около 20 минут. Но если связь оборвется, нужно будет согласовать другую дату звонка. При этом повторно подавать заявку не следует. Достаточно написать сообщение в ответ на то, в котором вам назначали первую дату видеосвязи. Представитель пенсионного фонда во время звонка будет говорить на украинском, а пенсионер может отвечать на том языке, на котором ему удобно. Не стоит переживать, что в пенсионном фонде будут придираться к служику или к каким-то речевым ошибкам. В пенсионном фонде прианализируют информацию, полученную в ходе беседы. Решение об установлении личности пенсионера вынесут не позднее 10 дней после звонка. И не позднее 3 рабочих дней после принятия решения сообщат о результате идентификации. Реальная газета ранее публиковала материалы о том, как при помощи идентификации пенсионеры на временно оккупированной территории могут спасти выплаты. Публикация эта имела большой резонанс и собрала много комментариев. Мы решили ответить на основные вопросы читателей. Как понять, нужно ли мне проходить идентификацию? Услуга видеоидентификации требуется двум большим категориям пенсионеров. Тем, кто является переселенцем первой волны, до 24 февраля 2022 года приобрел статус внутренне перемещенного лица и получает пенсию в Ощадбанке. И для возобновления выплаты тем, кто проживает на территориях активных боевых действий или на оккупированных России территориях. И кому выплаты пенсии была прекращена в период с 1 августа 2022 года. Если пенсионер стал переселенцем после 24 февраля 2022 года, видеоидентификация не нужна. Для возобновления выплат существует другой порядок. Если пенсионер прошел идентификацию иным способом, то подавать заявку на видеоидентификацию тоже не нужно. Если гражданин получает социальные выплаты, то идентификация не нужна. Достаточно пользоваться денежными средствами на счете. Нужно ли проходить идентификацию каждые 6 месяцев? Да, пенсионерам, которые до 24 февраля 2022 года получили статус временно перемещенных лиц, нужно каждые полгода связываться с пенсионным фондом. Как пройти идентификацию на неоккупированной территории? Если вы на подконтрольной территории, то можно зайти в отделение Ощадбанка или любого сервисного центра пенсионного фонда. В Ощадбанке достаточно ввести пин-код в кассе, чтобы идентификация состоялась. Также дистанционно можно авторизироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью приложения ДИА. Что делать, если пропустил звонок? После регистрации заявки вам на почту или в мессенджер пришло сообщение с датой и временем видеосвязи. Нужно ответить на это сообщение и попросить назначить повторный сеанс. Как узнать результаты видеоидентификации? Решение о результатах идентификации пенсионера выносится в течение 10 дней. Его сообщают письмом на электронную почту, указанную при подаче заявки. Если письма долго нет, следует проверить папку «Спам». Если и там нет, то можно написать письмо в ответ на сообщение, в котором назначалась дата видеосвязи. Также информация о результатах идентификации должна отображаться в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины. Если нет возможности авторизироваться в личном кабинете, свяжитесь с органом Пенсионного фонда, в котором вы состоите на учете. Можно ли перевести пенсию на карту другого банка? Не Ощадбанка. Для этого нужно лично прийти в отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда, пройти там идентификацию, отказаться от справки ВПЛ и подать заявление в Пенсионный фонд, указав, что хотите получать пенсию на общих условиях. После этого можно выбрать другой банк. Что делать, если у пенсионера есть только кнопочный телефон? Для видеосвязи необходим смартфон или компьютер с доступом в интернет и камерой. С помощью кнопочного телефона нельзя ни совершить видеозвонок, ни позвонить на украинский номер современно оккупированной территории. Пенсионеру с кнопочным телефоном лучше будет найти соседа, друга или родственника, у которого есть доступ к интернету, электронной почте и одному из предложенных каналов связи. Не открывается портал электронных услуг ПФУ. Что делать? Как и остальные сайты украинских госучреждений, портал электронных услуг ПФУ заблокирован на временно оккупированной территории. Чтобы заполнить заявку, сначала нужно включить VPN-сервис, а затем открывать сайт. Когда начнется видеоидентификация, это приложение лучше отключить, чтобы оно не замедляло сигнал. Мой украинский номер потерян, а Telegram, Viber и WhatsApp на русском. Что делать? При заполнении заявки все равно укажите свой номер телефона, но при этом выберите тот канал связи, где номер телефона не нужен. Это может быть Google Meet, Skype или Zoom. Карта счетбанка действительно еще два года. Идентификация все равно нужна. Да, срок действия карты никак не связан с необходимостью пройти идентификацию. Как пройти пенсионеру идентификацию, если у него недостатки зрения? Такому пенсионеру понадобится помощь в оформлении заявки. На видеоконференции с ним может присутствовать помощник. В заявке это тоже отмечают помощник должен быть зарегистрирован в порядке, определенном статьей 78 Гражданского кодекса Украины. Если официального помощника нет, то придется во время видеоконференции на все вопросы отвечать самостоятельно. Я был зарегистрирован как ВПЛ в станице Луганской, а теперь живу в Луганске. У меня есть шанс пройти идентификацию? Действительно, ряд пенсионеров из Луганска после 2014 года зарегистрировались как переселенцы в районах Луганской области, а эту территорию затем оккупировали. Однако это не основание для лишения пенсии. Главное, чтобы озвученные при идентификации данные совпадали с данными, имеющимися в пенсионном фонде. Что делать, чтобы не прекратили выплату пенсии? Обязательно пользоваться средствами на счете. Их можно снимать, переводить на другой счет, оплачивать покупки и т.д. Если пенсионер в течение 6 месяцев никак не пользуется денежными средствами на счете, то выплаты прекращают. Напомним, что пенсионеры на временно оккупированной территории, которые не пройдут идентификацию до 31 марта, перестанут получать свои пенсии. Восстановить их можно будет только лично в отделении Ощадбанка. А для этого придется приехать на подконтрольную Украине территорию. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Здесь мы говорим о том, что происходит на самом деле. С вами был Андрей Дегтяренко. Увидимся. Продолжение следует...